Всем привет! Вы на канале Maskelyx и сегодня мы с вами поговорим про новые iPad'ы. А информация действительно интересная. Есть утечки, что Apple готовит iPad с новой диагональю в 10,2 дюйма. По слухам, это будет седьмое поколение самого бюджетного планшета от Apple. И вот тут начинается интересное. 10,2 это уже не 9,7, но еще не привычные 10,5 дюймов. Почему именно 10,2 дюйма? Почему опять же не 10,5? Ведь под новую диагональ нужно подгонять приложения, заново их оптимизировать. Почему просто не взять уже готовую диагональ и не впихнуть ее в более бюджетную версию планшета? Я думаю, вариантов здесь не так уж и много. И хоть все инсайдеры как один утверждают, что бюджетник останется в старом корпусе, я думаю, что такая диагональ обуславливается тем, что размер планшета останется прежним. А вот сам он станет безрамочником, что и позволит за счет уменьшения рамок и отказа от кнопки Home увеличить диагональ дисплея до 10,2 дюйма. Как это было с прошлогодними прошками? Вы можете сказать, да ну это же бюджетник, какой безрамочник, это невозможно. А я приведу вам пример MacBook Air 2018 года, который нехило так обновили и дали ему вторую жизнь. Поставив туда совсем не стыдный дисплей и уменьшив рамки. Инсайдеры говорят, что в новом поколении планшета останется Touch ID. Но кто знает, возможно Face ID слишком дорого и они будут экспериментировать. Возможно они сделают Touch ID прямо в дисплее. Эта технология уже не новая, тем более у Apple есть такой патент. Поэтому размышления на эту тему имеют место быть. А в остальном все как обычно, все уже привычно. Планшет будет поддерживать Apple Pencil. Только вот здесь опять же возникает вопрос, а какого поколения карандаш будет поддерживаться в новом планшете? А вот это уже зависит напрямую от дизайна. Ну а нам же остается только ждать. По слухам планшет будет представлен летом на WWDC 2019. Ну а что вы думаете по поводу нового бюджетника от Apple? В каком он будет дизайне? Какой карандаш будет поддерживать? Напишите свое мнение в комментарии под этим роликом. А также ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного, поэтому жмите колокол, чтобы быть первыми, быть в курсе и ничего не пропустить. Ну а с вами был Маскиликс, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok